Ну, прежде всего, давайте поговорим в целом о том, как сделать проект в сфере интернет вещей и какие есть стратегии, чтобы он действительно был успешный и пользовался спросом на рынке. Прежде всего, когда вы начинаете, наверное, что-то придумывать, подумайте, кто будет им пользоваться, действительно, произведите качественный концепт и поймите, что спрос действительно будет. Сейчас мы просто можем видеть, что очень много появляется новых проектов, но действительно, там, не знаю, не всегда нужно включать кофеварку дистанционно. Надо в тысячи раз подумать, выжить ли действительно спрос на этот продукт. Я хотела бы просто рассказать о нескольких примерах того, как в таком проекте создавали некоторые компании. Один из примеров – это умные кроссовки Nike. На самом деле, эту технологию создавала не компания Nike, а небольшой стартап, который придумал технологии того, как человек во время бега сможет получать статистику на свой смартфон или iPod и, соответственно, как-то корректировать свои тренировки. Плюс можно заниматься одновременно бегом, там, человек, который находится в другом месте, но, тем не менее, производить какие-то общие тренировки. Но, что я хотела сказать этим примером, то, что ребята создали продукт, удачно его сразу продали компании Nike, который он был востребован, и провели огромную пиар-маркетинговую компанию с помощью Apple, компании Apple, и, в общем-то, получили отличный результат. Технологию компания Nike купила, и все оказались в плюсе. То есть, изначально они думали о том, кто купил этот продукт, и покупал этот продукт не конечный пользователь, а именно в гигантной индустрии. Другой вариант – это эмуляционные научники, которые сделала компания ARIV-ON с функцией пульсометра на шее. Ну, соответственно, с течения тренировки человек берется с ними научниками, и измеряется его пульс за определенные данные о успехах его тренировки и передается ему на смартфон. И он может получать копчение о том, как свою тренировку подкорректирует. Но, опять же, компания не придумала сама эту технологию, а просто приобрела лицензию на ее использование, завернув в красивую форму и получила наученный, по некоторому, вроде, продукт. Другой вариант – это компания VI-Things, которая сделала умные весы. До того, как они выпустили этот продукт на рынок, они были известны как производители умных часов и фитнес-трекера. То есть у них была стратегия – они взяли свою готовую базу и просто дополнили ее продуктом, который будет интересен с текущим клиентом. Ну, и, соответственно, пользуются лояльностью текущей базы, они получили тоже огромные продажи. И, конечно же, хотелось бы вам рассказать немножко о том, что когда вы разрабатываете какой-то проект в серии интернет-вещей, мало придумать интересный продукт, нужно предосмотреть еще ряд вещей. Ну, прежде всего, конечно, нужно продумать свою нишу на рынке, да, то есть продумать для кого это будет, какая будет ценовая политика. Поскольку все проекты из мира интернет-вещей не имеют две составляющие – это софт и это хардвэр, то у вас должна быть готовность к тому, что первые две партии вы можете произвести, не получив еще возврат денег от продаж. На самом деле, это важный момент. Конечно, софт – это важно, но все проекты из серии интернет-вещей, а так как они имеют и физическую составляющую, они требуют действительно значительной комиссии в самом начале. И нужно сюда закладывать, конечно, и тассовые разрывы, потому что деньги вернутся, там, скажем, как не сразу. Вот, это нужно тоже учитывать. Нужно заранее продумать, сколько будет стоить каналы реализации, потому что, ну, вот на примере нашей компании, да, могу сказать, что мы рассчитывали определенные маркетинговые затраты, и по папке все равно получилась неизвестная картина, в том числе того, что, ну, сейчас на рынке, вот, действительно стоимость канала постоянно растет. То есть это тоже нужно положить и продумать. Обязательно нужно продумать вопрос производства логистики, потому что, поскольку продукт действительно физический, да, вот такие моменты, как склад, логистика и правильная организация этих процессов, они могут сэкономить вам до 30% кассы маржи, да, то есть вы можете получать деньги вместо того, чтобы тратить их на эти моменты. И, конечно же, нужно инвестировать софт в разработку, потому что, да, изначально клиенты, возможно, купят предмет, но дальше, в любом случае, если вы планируете повторные продажи, выпуск новых моделей, то они будут очень пристально смотреть на то, как развивается ваш софт и развивается он. Конечно же, важным фактом в проекте, связанном с миром интернет-ключей, является техподдержка, потому что, несмотря на то, что вроде есть сейчас грамотность, есть смартфоны, есть все умеете им пользоваться, тем не менее у пользователей очень много возникает вопросов, и вот, например, наша компания, могу сказать, что нашим плюсом было то, что у нас, как раз поддержка, ну, довольно быстро появилась, скажем так, а у наших конкурентов даже самых ведущих субъектных аналогов или не будет, или не могут решить свои проблемы. Что касается проблем, связанных именно с физической составляющей, и вот, возможно, некоторых моментов, которые были вопросы по поводу того, как взаимодействовать с китайскими партнерами, да, в том числе. Ну, на примере нашей компании, могу сказать, что мы сначала пробовали создать продукт самостоятельно, потом поняли, что, конечно, делать производство, например, в России очень сложно, потому что просто сложно найти экономически выгодные производственные линии, сложно найти поставленные процессы, и сложно маленькие сорта в компанию, то есть все необходимое оборудование, чтобы делать проверку качества фитнес-префер, да, там, на водостойкость, стресс-устойкость и прочие моменты. Поэтому мы пошли по другому пути. Мы нашли вариант производственных дней в Китае, где нам будет удобно это производить. Это находится в стеклянном месте, где находятся другие компании, которые тоже производят часы, браслет и так далее, то есть там есть необходимое оборудование, которое мы можем арендовывать и, в общем-то, пользоваться с этими сними блоками. Но, изначально, надо сказать, что важно найти какого-то партнера, который, естественно, на первых парах подтвердит. Нам в этом проще не повезло. Мы нашли даже к рейтинг-картап, который, как будто с нами был бы получен сотрудничать, и получили, ну, некоторую поддержку на начальных этапах, когда записали эти видео. Вы можете сами придумать, да, какие-то там составляющие, но обычно, все-таки, в любом случае, любое устройство будет делать И, конечно, тут очень важно, чтобы у вас был действительно хороший производитель этих компонентов, чтобы у вас не возникали вопросы возвратов, в связи с тем, что вы покупаете некачественные составляющие. Конечно, очень хорошо, если у вас будет свой человек на производстве и он будет постоянно проводить аудит того, что происходит, наладить процессы на первых этапах, потому что, конечно, это довольно такой важный вопрос. И если этого не будет, то вопросы гарантии, возвратов очень больших затрат для компании. Ну, и шла проводить, это, как я говорила, на этом, где-то мы снационировали до 30% ваших затрат, если организовать качественно и правильно. Ну, и я хотела немножко рассказать о нашем продукте, о нашей компании. Когда мы начали производить наш бизнес-проекер, на самом деле, продавчик был совсем другой, он был изначально с экранчиком, но, если мы попробовали его, у нас не совсем все получилось. После этого мы немножко его преобразовали, но задача у нас была создать продукт, который не будет выступать ведущим зарубежным аналогом, потому что это действительно широкая аудитория. Ну, в принципе, мы с этой задачей справились, что действительно делают все то же самое, что делают ведущие аналоги, при этом держать заряд в чем-нибудь все одного дня и стоит им действительно дешевле. Но рынок не стоит на месте, он развивается, и, конечно, мы с этой стороны тоже стараемся развивать и приложения. И, в принципе, нужно сказать о том, что, когда вы продумываете то, что вы хотите получить на выходе, нужно подумать, в чем будет ваш основной козер, в чем будет цена, будет какая-то особенная фича, и в чем будет включение на вашу продукцию. В целом, конечно, такой проект был бы, наверное, очень сложно запустить без партнеров в одиночку, но мы начали свое партнерство с фондовложительной интернет-инстатии. После этого довольно быстро нас очень поддержал мой кроссов, и также мы сотрудничаем для нас с музеевым браслет для футбольного клуба «Денисс». То есть они нас тоже очень поддерживают и в информационном плане, и с точки зрения маркетинга. Сейчас мы уже закончили программу «Альфа Кэмп» с «Альфа Банком» и разрабатываем уже такой спойный менюшон лидерослей с платежной функцией в рамках этой программы. Все, что важно, у нас есть поддержка такой компанией, как «Факсон», то есть они, на самом деле, поставляют комплектующие для ведущих производителей, в стиле ЭКО, например, «Вольфу», они собирают именно «Альфон» и многие другие вещи. Мы с помощью них покупаем комплектующие действительно качественные, то есть в этом плане тоже очень важно, у них хорошего партнера. Ну и компания «Айфриэль» тоже нам технологически иногда помогает выпивать наш продукт. В целом, когда у нас еще довольно молодой, то есть с момента основания именно после где-то полтора года, за это время мы прошли пусть от идеи до выхода в сетевые магазины, и в следующий момент, правда, в основном продавались сейчас только через наш собственный интернет-магазин, и в следующий момент мы продали 5000 проследок, но эта продажа на самом деле только в декабря месяце, то есть, в принципе, конечно, мы рассчитывали на большее, но, в самом деле, это не плохой показатель. Немножко хотела рассказать о том, как мы продумывали все бизнес-модель, через какие каналы продавать и к чему пришли. Начали мы с продаж через наш собственный интернет-магазин, ну и через магазин партнеров, но сейчас мы поняли, что для нас наиболее интересные и перспективные направления – это проектные продажи, продажи крупным корпоративным клиентам. Сейчас мы для того, чтобы мы поддерживать бизнес и, собственно, содержать, мы, конечно, знаем наш интернет-магазин, но при этом очень много складываем в развитие именно проектных моментов. Что я подразумеваю под проектными продажами? Мы сейчас разрабатываем браслет с платежной функцией для банков, также, возможно, в нем будет функция оплаты в транспорте. Также, ну вот у нас уже есть браслет, экстренный браслет «Зенита», туда будут добавлены определенные функции по тренировкам, соответственно, будем развивать ссылки именно в этом направлении. Ну и плюс еще мы сделаем переговоры по поводу проектов для школьников, чтобы у нас браслет можно было использоваться в школе, для официрования того, как дети пришли в школу, когда у нас тут ушли, и какого-то жизни они в целом ведутся. Плюс еще, конечно, звукобрендинговые проекты, ну, с реализованных и уже доступных, это пока все только браслет «Зенит», в ближайшее время, надеюсь, что это будет браслет «Костом», и также браслеты для различных банков, на полиции. А в целом, ой, это суть я вам хотела рассказать по тому, как мы развиваемся, наверное, есть какие-то вопросы. Вопрос такой, по производству, вот вы разносили производство в Китае, как вы защищены от копирования, то есть не страшно было, что сделают вам пардию и еще куда-то? Ну, на самом деле, вопрос правильный, вопрос сложный, и с этим проблемами мы иногда встречаемся, но, на самом деле, у нас есть договоренность с нашими читателями партнерами, потому что, ну, у нас поделены, на самом деле, территории, да, то есть, на территории России они не имеют права продавать никто, кроме нас, просто техническая партнерство. То есть, они заинтересованы тоже? Да. Да. С нашей стороны, у нас есть определенные обязательства по объемам производства, у них на линии, да, а у них, соответственно, перед нами есть определенные обязательства по защите наших прав от отделов. Но, тем не менее, на тысячу назад встречается. Вот, если не секрет, начинка сама, то есть лицензиад с какой компанией для сотрудничества? Медиатр, Ко, Ком? А, у нас там стоит аэром конкурс. Ну, на самом деле, там, в любом фирменном проекте есть три составляющих, да, там, у нас есть компоненты от Владикруппы, у нас есть аэром корпус и еще что-то, я, например, сейчас не скажу. Вот, они, ну, то есть, понятно, что не мы производим эти комплектующие, но именно в таком виде, в котором мы их соединяем, да, вот из этого мы… Мы тут решили с CERN и TND, да? Да. Понятно. Ну, есть вопрос тут, на самом деле, в том, как вы это соедините и какой продуктовый дизайн вы делаете. Как вы упакуете. Да, как вы упакуете. Потому что это тоже очень сложный технологический процесс. Это самый сложный вообще вопрос. Да, да. Ксения, спасибо за презентацию. У меня вопрос такой, а NFC-чипы, которые планируете составлять, можно, грубо говоря, сделать, там, у меня есть, там, десяток карточек, на которых есть NFC-чипы, там, от метро, проезд на транспорт, и в ЖВТ, можно их как-то будет интегрировать? Да, именно на этом мы сейчас и работаем. Просто, ну, дело в том, что, почему не используют люди телефоны для устраивания к кафе-карты? Потому что нужно было бы каждой модель телефона начинать сфиксировать, кто используется на кафе-карте. Это очень сложно. А, ну, как процесс, сфиксировать не нужно. Вот, поэтому мы сейчас над этим работаем. Это не такая простая технология. Она зависит от NFC-чипа. Вот, сейчас мы разберёмся с платёжной функцией. То есть, мы бы хотели совместить платёжную функцию, а также добавить возможность совмещения там всех карт-вояльностей. То есть, в том, чем сейчас технология «Седьмёрка», вот, ну, в принципе, почти у нас уже готово решение. Там 5 лет, а у них не компания есть. А подскажите, в чём отличие, ваше отличие от того же «Жаубон»? Ну, на самом деле, во-первых, наш просвет, он несколько более износоиспустойчивый, то есть, он не такой крупный, как «Жаубон», и в цене, и в том, сколько он держит по времени. То есть, ну, вот, когда мы создавали, мы ориентировались именно на «Жаубон» и «Киби», потому что на тот момент они были лидерами рынка. По функционалу большого отличия нет. То есть, всё то же самое, что делает «Жаубон» и «Киби», делает и наш просвет. То есть, мы там добавили ряд напоминаний за дополнительные функции. Вот, что касается «Симей», мы просто хотели сделать «Фитнес-трекер», который будет доступен действительно широкой аудитории, потому что, ну, далеко не каждый может заплатить там за просвет 5-8 тысяч рублей. Вот, ну, у нас была сдача сделать такой просвет, который любой может купить к другому. А цена, да, цена? Сейчас у нас один просвет стоит 3-5 тысячи рублей. При покупке двух – 3 тысячи рублей за каждую. Ну, вот у нас такая сейчас. Политика сняла. 21 день. 21 день? Да. Без подзарядки? Без подзарядки. Ну, это, на самом деле, да, наша конкурентная переместка. Еще один вопрос. Вы планируете создавать какую-то экосистему, чтобы сторонние компании могли разрабатывать софт, который может взаимодействовать с вашим браслетом? Или софт оставили только себе? Да, планируем, потому что, ну, то есть наш браслет, он стрекает основные показатели для каждодневной активности, но пока что мы еще не создали возможность для пользователей, например, вносить данные о том, сколько они съели, да, там, калорий и так далее. Это важно. Многие просят, и мы вот сейчас думаем, как это лучше сделать. То есть мы хотим, во-первых, дать возможность объединения многих вот других приложений, да, с нашим приложением с учетниками, с этой, сроками, с одного интерфейса. И плюс, да, хотим открыть возможность и сторонним разработчикам, и с этой, с этой, с этой, с этой. Ну, вообще не слышно, слышно, ага. Есть вопросы? Псения, спасибо за выступление. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ